Судебные решения Верховного суда, который тоже никто не отменял. В них четко сказано, последнее имущество, квартира единственная, никто никогда ни у кого не отнимает. Такого не было и в 1937 году. И то, что суд, невзирая на это, пошел, и только благодаря общественному мнению, общественному возмущению, которое поднялось против этого судебного решения, после обращения матери, 90-летней матери Нары Наипова, которая сказала, что она эту квартиру получила, только тогда уже вздрогнул сам этот истец, и его представитель в суде сказал, мы извините, мы не знали, что это последняя квартира. Слушайте, а для чего суд тогда? Для чего следствие? Которая должна была прокуратура, которая разбиралась с этим делом и могла четко определить, что нет другого имущества у Нары Наипова, как квартира его матери. Я считаю, что это происходит от того, что суды стали слепо выполнять команды сверху. Сказали забрать. Они забирают, невзирая ни на что. Вот этот процесс надо остановить. Надо ломать эту систему.